Здравствуйте, это колонка главного редактора в студии Дмитрий Нечаев. Страна живет обычной мирной жизнью, а ребята пашут там под пулями. Владимир Путин, Москва, 7 июля. Вообще говоря, это встряхивающее напоминание от главы государства неспроста. Идет пятый месяц тяжелой военной спецоперации. На кон поставлено настолько много, что об этом даже страшно говорить. Но до сих пор есть ощущение, что не все осознали, что это все про нас. Что как раньше уже не будет, что впереди еще очень много работы и перемен. Что на войне каждому надо определяться. Либо ты за наших, либо ты с врагом. И что от каждого из нас зависит, какой будет цена победы, когда она будет завоевана и каким в итоге будет наше завтра. И вот лично Путину пришлось сказать, что наша воюющая армия – это собственно тоже часть национальной идеи, вокруг которой историей объединялась Россия. Но многие еще в нерешительности, еще озираются. А вдруг все отыграется назад? А что если мы проиграем? Не отыграется и не проиграем. Но такая, мягко говоря, квазигражданская позиция – тихушников – точно не приближает нашу страну к победе в смертельной схватке мирового масштаба. Ну а про тех, кто в разгар боев пытается открыто подыгрывать врагу, идеологически или даже финансово, я вообще не буду говорить. Мы и так знаем, как это называется. Да, и все мы знаем про плюрализм, разные точки зрения. И этого никто не отменяет. Но нужно знать край, да не падать. Нужно отдавать себе отчет, что, когда и как обсуждать. Когда наши ребята пашут под пулями. Разбор полетов, обмен мнениями – это все будет. Но потом. Они в окопах под огнем на передовой. Те же, кто сегодня живет обычной жизнью, просто должны осознать, как факт, что настоящие герои нашей страны – это те солдаты, офицеры, добровольцы, ополченцы, которые уже освободили от укронацистов Мариуполь или Сечанск и сейчас готовятся к штурму Славянска. А еще это сотни наших людей, специалистов разных профессий, которые едут сегодня на Донбасс, чтобы лечить раненых, заниматься восстановлением разрушенных городов, налаживать связи с остальной Россией. Сегодня многие журналисты, военкоры, общественные деятели, особенно из числа тех, кто побывал в зоне специальной военной операции, говорят о странном ощущении, что там творится кошмар, который трудно вообще себе вообразить в 21 веке. Идет уничтожение городов вооруженными силами Укрорейха. Ежедневно гибнут мирные люди, дети. Жители освобождаемых территорий сидят месяцами в подвалах без электричества, без воды и средств связи. Готовят скудную пищу на кострах, хоронят своих близких на газонах во дворах многоэтажек. При этом большинство дончан готовы идти до победного конца. Они понимают неизбежность и цель происходящего. Ну а в глубинной России порой царит тишь да гладь, словно ничего и не происходит. Нет мобилизации общественного сознания, я бы сказал. А она нужна. Как минимум для того, чтобы победить, нужно сосредоточиться. Поэтому в России необходимо выработать общенациональную повестку поддержки вооруженных сил России. Это чрезвычайно важно, чтобы воины наши чувствовали эту поддержку. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на недавней встрече с лидерами фракции Государственной Думы. Президент вообще очень кратко и точно сформулировал главные тезисы буквально в четырех предложениях. Я процитирую. Это чрезвычайно важно, чтобы воины наши чувствовали эту поддержку. Это будет придавать им силы. Это очень важно для достижения конечного результата. Он в любом случае будет достигнут. Здесь нет никаких сомнений. Но ребятам будет легче работать и выполнять боевые задачи, если они будут чувствовать за своей спиной поддержку и дыхание Родины, сказал Владимир Путин на встрече в Госдуме. Как именно будет реализована эта общенациональная повестка, пока не до конца ясно. Но то, что она наконец-то подразумевает культурную и общественную мобилизацию, это уже точно. Пока страна живет обычной мирной жизнью, потому что политики и политтехнологи старательно обходят острую тему страной, боясь, наверное, задеть нежные чувства несогласных. И с этим нужно что-то делать. Писатель и публицист Захар Прилепин давно говорил о том, что сейчас в культурной среде поддержка спецоперации практически отсутствует. Например, на крупных радиостанциях в ротацию попала одна единственная песня о спецоперации и о русской весне. Из примерно 50 возможных, да и та под нереальным давлением. Примерно то же и в федеральных печатных средствах массовой информации. Ну и вот пришло время, когда нужно спросить, с кем вы, мастера культуры, а заодно за чей счет живете, кто вам награды и звания присваивает, чьи гранты вы осваиваете, ну и так далее. Ну а вот глава одного приморского города Рустам Мабушаев, бывший военный, наоборот сказал, что хватит делать вид, что ничего не происходит. Цитирую. «Больше так нельзя. Нашу родину пытаются раздавить. Пока наши ребята делают все, чтобы у наших детей было мирное будущее, мы погрязли в обычных делах, а должны быть надежным тылом. Каждый из нас, по мере своих сил и возможностей, должен делать нашу страну и армию сильнее». По его словам, для настоящего гражданина сегодняшняя ситуация – это не просто новости в телевизоре. Это, как он сказал, запах патронов, дым и гарь, истории мужества, горечь потерь, сказал офицер запаса Абушаев. И вот по словам этого мэра, в армейской жизни всегда присутствует дружба и взаимовыручка. И общество сейчас должно также сплотиться и поддержать российскую армию, выполняющую непростую и опасную работу. «Они должны знать, что мы верим в победу, что дома их ценят, любят и ждут», – сказал Абушаев. Вот это, повторюсь, очень важно. Потому как что может быть хуже для солдата на передовой, если он понимает, что сзади у него гнилой тыл, где его уже сдали и предали? И наоборот, невозможно переоценить, как укрепляют дух бойцов акции в их поддержку, собранные на добровольные пожертвования элементы экипировки, оптика, медикаменты, а еще, например, даже простые трогательные открытки от школьников со словами благодарности и поддержки. Повторю, это очень важно. И потом, волатерское движение, оно тоже мобилизует, объединяет нас. Ну и, конечно, как ни крути, то, что человек сдает свою денежку на помощь бойцам, это все-таки опосредованная помощь нашему государству. Не в виде налога, а в виде той суммы, которую ты можешь от себя безболезненно оторвать. Так было всегда. Сегодняшние отчаянно яростные, уже какие-то просто агонические обстрелы со стороны ВСУ, несмотря на всю кажущуюся тупую, жестокую их бессмысленность, имеют некую определенную цель. Идеологи со стороны противника рассчитывают, что люди на истрадавшемся Донбассе возмутятся, начнется, может быть, какое-то восстание в тылу. Возможно, именно это является целью западных кураторов. Но они меряют по себе. Тогда как еще в ходе Второй мировой командование Вермахта писало, что их обескураживает душевная черствость русских и равнодушие к человеческим потерям. Они это принимали за душевную черствость. А на самом деле это затаенные до поры слезы. Они прольются. Но не перед врагом. Сначала наш народ делает так, что плачет побитый враг. И, конечно, Россия все точно запомнит и воздаст по заслугам. Как это в итоге всегда было в нашей истории. Ну а пока у нас есть не только великое прошлое. У нас есть невообразимое, страшное и завораживающее своей эпичностью настоящее. И если мы соберемся и выстоим, то нас ждет еще и великое и блистательное будущее. Дмитрий Нечаев, колонка главного редактора. До встречи.